Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Часами на улице пациенты городских поликлиник продолжают стоять в очередях, чтобы попасть на прием к врачу. Боятся летального исхода, когда в аптеках появится лекарство для больных почечной недостаточностью. Еще одна потеря от ковид, каким Александра Березикова запомнит Алтай. Очереди в дождь и холод. Чтобы попасть к врачу-барнаульцам, по-прежнему приходится стоять по несколько часов у дверей поликлиник. В очереди постояли и наши корреспонденты, и оценили настроение и негодование пациентов. Стоят и покорно ждут, чтобы просто зайти в здание 14-й поликлиники. Но три битком один вышел, и только потом зашел другой. Люди с кашлем и температурой пытаются взглядом продвинуть очередь в регистратуру. Ждать приходится часами, но это совсем не гарантия, что человек попадет сегодня к врачу. Стоим, 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 стоим. Еще здесь надо постоять. Еще достанет, встал он или нет. Не могу уже говорить даже. Уже 1 часа. Сколько час мы ездили уже на улице. Выходимся. Ну, это ненормально. У меня неделя температура, я вынужден сам сюда прийти. А врача вызывали надо? Не идут. Я скорую как-то вызывал, почти сутки ждал, так и не дождался. Всю ночь мокрый, сейчас стоит мокрый с температурой. Вот еще постоим сейчас на холоде. А куда деваться? Другого способа нет. Слава богу, хоть еще плюсовая температура. Не знаю, как дальше будет. На улице умирать будут? Да, будем умирать здесь чуть теперь, на улице. А пациентам с признаками коронавируса, которые отстаивают, такие очереди могут и отказать в тесте на ковид. Его приходится добиваться сбоем даже пожилым и известным людям. К примеру, писателю Анатолию Кириллину отказали в Москве, в первой поликлинике. Ему нужно ежемесячно сдавать этот анализ, чтобы проходить лечение в онкодиспансере. Не может же министр вмешиваться из-за всего этого каждый раз лично для Кириллина. Да мне неловко, ибо я точно знаю, что у других людей такие же проблемы. Мне 26 числа надо идти сдавать анализ, для того, чтобы 29-го продлить или выписать новое направление на дневной стационар в онкологии. Так мне действовать, я не знаю. До поликлиники поселка Южное мы сегодня не доехали, но в социальных сетях опубликовали фото гигантских очередей у дверей единственной десятой. Внутри медучреждения около сотни человек. Ни о какой социальной дистанции не может быть и речи, возмущаются люди. Эпид-обстановка в городе, в крае по-прежнему неблагоприятная. Количество внебольничных пневмоний выросло в семь раз. При этом врачей больше не стало. Так что как долго такие очереди будут нормой, вопрос пока риторический. Валентина Аскирова, Николай Шилко. День с толком. Больных много, доктора порой не справляются с наплывом. С надеждой снизить число заболевших, врачи Бийского ковидного госпиталя в очередной раз обратились к жителям края с просьбой беречь себя и соблюдать масочный режим. Важаемые жители Алтайского края, убедительная просьба, берегите себя, берегите свое здоровье. Прислушивайтесь ко всем рекомендациям, которые вам дают. Четко заблюдайте масочный режим, пользуйтесь антисептиками, не посещайте места масового скопления людей. Сейчас у нас состоит на лечении 256 человек. За истекшие сутки поступило 27 человек. Выписали мы сегодня 10 человек, в том числе с переводами на долечения в другие лечебные учреждения. Все доктора находятся в красной зоне, больше чем в 16-18 часов ежесуточно. Вторая волна оказалась намного тяжелее, чем первые смены. Поступает много тяжелых, крайне тяжелых пациентов. Пожалуйста, защищайтесь. Носите маски, перчатки. Записайте социальную дистанцию. Между тем, стало известно, что кинотеатры, торговые центры и общепит не закроют. Такое решение было принято накануне на заседании оперативного штаба региона. Отметим, что губернатор признал определенные проблемы в здравоохранении и в связи с этим внес дополнительные поправки в ковидный указ. Далее расскажем подробнее. Губернатор поручил развернуть дополнительные койки в ковидных госпиталях. В ближайшие дни запустить еще один госпиталь для ковид-пациентов на базе Федерального центра ортопедии и травматологии в Барнауле. Виктор Томенко попросит крупных дистрибьюторов, депутатов Госдумы и сенаторов помочь закупить необходимые лекарства и устранить дефицит некоторых таблеток в частных аптеках. Контроль за состоянием учащихся будет усилен. Осенние каникулы будут длиться не одно, а две недели – с 24 октября по 9 ноября. Педагоги в это время должны работать удаленно. Школы, где 30% педсостава находятся на больничном, сами вправе уйти на досрочные каникулы. Учреждения доп. образования переводятся на дистант. В торговых сетях, магазинах наличие масок будут проверять на входе. Масочный режим ужесточат и в общественном транспорте. Предприятиям рекомендуют вести гибкий график, чтобы начинать рабочий день в разное время. Если в работе учреждений культур, торговых центров найдут нарушения санитарных требований, то их закроют. Ковидные поправки вступают в силу с 13 октября. Валентина Аскерова. День с толком. Кстати, что касается дополнительных мест в ковидных госпиталях, уже сегодня губернатор Виктор Томенко посетил федеральный центр травматологии в Барнауле, который будет перепрофилирован в ковидный госпиталь. Вот здесь вот поступление пациентов, здесь их обследуют, смотрят. Там вот одеты таким-то образом наши сотрудники, как положено на сегодняшний день в тайвэках, в щитках и масках. Есть запас все нормально? По средствам индивидуальной защиты у нас нормативный запас, который требуется, он у нас присутствует. Глава региона прошел в красную зону, пока она пустая. Рассчитано будет на 165 коек, и принимать там планируют только тяжелых и очень тяжелых пациентов. Все койки оборудованы кислородом, 13 мест подключены к аппаратам ВЭЛ. Для диагностики есть аппараты КТ и рентгена. А вот плановую помощь, которую оказывают в федеральном центре, на время приостановят. До конца года помощь не получат 1300 пациентов. Но сейчас такое время, подчеркнул глава Минздрава Дмитрий Попов. Таким образом, на сегодняшнее утро в регионе развернуто почти 3900 коек под лечение больных коронавирусом. 19 больниц переведены в монопрофиль ковидных стационаров. Вчера мы дополнительно развернули отделение на базе городской больницы номер один. Это поступающие с острой хирургической патологией, с травмами, с острыми заболеваниями, но при этом имеющие в том числе и инфицированность. Поэтому 200 коек дополнительно внутри стационара развернуто. И это хорошая новость, так как ежесуточная статистика продолжает расти. На сегодняшний день в крае плюс 170 инфицированных, смертельных случаев 7. В целом, с начала пандемии коронавирусом заразилось 15 508 жителей региона. По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, все больше диагностируют тяжелые формы. Так, к этому дню в крае 280 тяжелобольных. 129 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. И вот еще одна потеря. Скончался директор государственного молодежного ансамбля песни и танцы Алтай Александр Березиков. Он умер в ковидном госпитале. Что потерял Алтай с его уходом и каким мастера запомнит его вторая семья, расскажем далее. После двух недель карантина сегодня здесь должны быть репетиции, но танцы отменили. Артисты Алтая идут сюда, как в семью, скорбеть. В ночь на понедельник из жизни ушел руководитель ансамбля Александр Березиков. Его вот это вот служение, музыке, искусству, творчеству, оно передалось нам. Когда мы пришли в ансамбль, мы обрели семью. У нас появились еще одни папа и мама. Ему было 64. Последние 10 лет Александр Федорович жил Алтаем. В ансамбль, созданный по его инициативе, танцоров набирал сам отовсюду. Ансамбль – детище, артисты, дети. Вспоминаю Деберезиков, всегда находил нужные слова для каждого. Виртуозно решал проблемы, мыслил масштабно. Возил Алтай с гастролями по миру, завоевывал гран-при. Наши поколения, ну не то что от его поколения, а конкретно от его личности, мы очень сильно отстаем. Как будто не понимаем чего-то, как будто не успеваем. Он нам всю, наверное, свою творческую, с нами совместную работу, вот он нам хотел это все время донести, каждый день. Каждый день он уходил домой последним, говорят артисты, своему проекту посвящал все время. Удача его любила, он не разу получал для ансамбля мэтров, например, балетмистера Владимира Васильева. Кто будет на него смотреть, когда ходит Владимир Викторович? А он же подошел, он заинтересовал. Какие беседы они вели, они полтора-два часа до вылета, они разговаривали, не останавливаясь, они так спорили. Александр Федорович не просто спорил, он еще и говорил нет, он против говорил. Вы представляете, Владимиру Викторовичу кто-то говорит против. Настойчивость и смекалка, харизма и обаяние, участливость и заинтересованность. Это у мастера перенимали и артисты. Развиваясь под крылом учителя, они росли не только как ученики. Он воспитывал нас как артистов и как людей. И в том и в другом случае он воспитывал нас внутренне. Потому что артист на сцене, если он не живет, он не настоящий, он неинтересен. Так и человек, если ты живешь в жизни, ты не настоящий, ты пустой, то и жизнь у тебя будет никакая. Эта идея наполнять жизнью каждый свой день заражала всех, кто знал Александра Березикова. Простятся с мастером завтра. Кто теперь сможет заменить Александра Федоровича, артисты не представляют. Теперь будет очень сложно с каждым днем сюда сходить. Но надо работать. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком. С обсечных полок пропали не только орбидол, антибиотики, аскорбинка. А уже несколько недель жители края с почечной недостаточностью не могут получить дорогостоящий препарат кетостерил. Многим приходится покупать положенные по закону лекарства за свой счет. Только чтобы найти препарат, люди обходят по нескольку аптек. Почему так вышло и когда ситуация изменится, разбиралась Ирина Корчагина. Почки не работают, соответственно, без этих лекарств. А интоксикация, ну и все вместе летальный исход. Этого сценария очень боятся в семье Яны. И он может наступить, если на аптечных полках совсем пропадет препарат кетостерил. Его принимают при почечной недостаточности. Таблетки пьет мама девушки. Сейчас она болеет, и нам удалось встретиться только с Яной. Яна рассказывает, ее мать, инвалид третьей группы, всегда получала препарат бесплатно. Но этим летом все изменилось. Ей ответили, что этого препарата нет, его министерство не закупило. После этого начались звонки уже в само министерство. Вот в начале сентября она дозвонилась туда. Ответа с тех пор нет. Никакого, ни устного, ни письменного, никакого. В семье пришлось покупать положенное лекарство за свои деньги. К слову, одна упаковка стоит более трех тысяч рублей. А на месяц их нужно четыре, то есть это уже более 12 тысяч. Но самое страшное, что в аптеках уже трудно и за деньги найти кетостерил. Его нигде нет. И людям даже не могут по-человечески объяснить и успокоить, когда будет лекарство, на что рассчитывать, где брать. Вот такой же вопрос мы задали лечащему врачу. Но что она сказала, доставайте. Ищите знакомых, ищите аптеки как-то где-то в других регионах, доставайте. Как нам удалось уточнить у специалистов, в мире существует всего два производителя кетостерила. И летом они оба ушли на процедуру перерегистрации. В это время у регионального Минздрава не было возможности закупить препарат. Сейчас вроде перебоев с поставками не должно быть. И, как нам сообщили, на крае уже закупили несколько тысяч упаковок кетостерила. По словам экспертов, в течение месяца проблема с поставкой бесплатного кетостерила будет решена. Яне остается только верить в это. Девушка боится не сегодня-завтра. Таблетки от почечной недостаточности закончатся. И к ее маме даже не успеют приехать врачи. Потому что у скорой помощи сейчас тоже недостаточность. К другим темам это похоже скорее не на спорт, а на тренировку бойцов спецназа. Спортсмены должны попасть в цель, причем сделать это как можно быстрее. В Павловском районе прошли первые соревнования по практической стрельбе из ружья. Участие в них приняли не только барнаульцы, но и гости из Новосибирска. Нашему корреспонденту оружие не доверили, но за процессом понаблюдать разрешили. Стрелок действует молниеносно, перебегает с места на место и ведет стрельбу из укрытия. Сейчас Яна на поле боец, в обычной жизни учитель английского языка. Работала в частной школе. Однажды пришел ко мне ученик, то есть работала со взрослыми. И он сказал, не хотите попробовать пострелять из пистолета тогда? Я попробовала, естественно понравилось. Вот уже пять лет стреляю. Потом перешла на ружье. Важна подготовка и правильный настрой. Перед каждой позицией стрелки растягивают мышцы и оттачивают тактику. Бродят по полигону с воображаемыми ружьями, считая шаги, секунды, выстрелы. Без средств защиты находиться на поле боя запрещено. Первое необходимое, что должен иметь стрелок и вообще любой, кто попал на стрельбище, это средства защиты. Для глаз, очки, для ушей, наушники или берушек. Мишени расположены на разной высоте, некоторые из них подвижные. Стрелять приходится стоя, пригнувшись сквозь окна и двери. Патроны не ограничены, а побеждает тот, кто быстрее всего поразит цель с наименьшим количеством промахов. Мысли сконцентрироваться в первую очередь, запомнить все мишени и настроиться на их поражение. Ваш секрет меткости? Спокойствие. Это для любого стрелка лучший метод поразить удачность и мишени. Кстати, стрельба из ружья удовольствие не из дешевых. Стоимость минимального набора для новичка обойдется в 30 тысяч рублей. Но при всем этом боевой спорт затягивает, поэтому стремительно набирает популярность. Накрыто 8 упражнений. 6 из них стреляются дробью, 2 упражнения стреляются в картечь. Практическая стрельба. Уже само название объясняет, чем этот вид спорта отличается от обычной стрельбы в тире. Ситуации, смоделированные на полигоне, вполне могут возникнуть в реальном бою. Практическая стрельба чем хороша? Тем, что она требует одновременно как взрывной реакции. То есть человек должен реагировать моментально на меняющуюся обстановку. Подобные соревнования здесь проводят ежегодно. Но в этом из-за пандемии они первые. И блин не оказался комом. Приехали 30 стрелков. Правда, большая часть наград оказалась у наших гостей из Новосибирска. Мария Микшута, Николай Шилко. День с толком. Краски свежие, оттенки яркие. Неприметные серые гаражи в центре города превратились в арт-объект. В Барнауле прошел фестиваль уличного искусства. Ближе подробности в нашем сюжете. Пока защищающий от краски респиратор один на всю команду. Периодически замерзающий из-за погоды распылитель. Но это не помеха тому, чтобы задумка эскиза воплотилась в жизнь. Холодная погода не испугает ведьмы уличные художники. И как раз таки это те экстремальные условия, которые отличают обычных художников от уличных умений работать при любой погоде. В мэрии согласовали эскиз и разрешили молодым граффитистам разрисовать 8 гаражей. Владельцы кооперативов, кстати, тоже не были против. Единственное «но» – расположены эти гаражи хоть в центре города, но спрятаны от глаз прохожих. Вероятно, к такому творчеству наши люди еще не привыкли. Хотя, по мнению организаторов фестиваля, многие из работ достойны внимания. Будет два портрета – женский и мужской. И такие природные нотки будут также указаны. То есть мы хотели просто показать некое такое слияние природы и человека. Вот такое вот очень красивое и связанное с нашим краем. На осуществление задумки потратили почти два дня и 40 баллонов краски. На первый взгляд может показаться – рисовать на стенах просто, но это не так. Съемочная группа «Толка» убедилась. Линия будет ровнее. Это далеко. Еще поближе. Поближе. Вот так же, да? Да-да. Все, начинаем. И желательно побыстрее вести, чтобы потехов не было. Теперь уличные художники с нетерпением ждут следующего фестиваля. В 2021 году граффитисты разрисуют фасады зданий Барнаула, Заринска, Бийска и Рубцовска. Елена Кузовкина, Мария Микшута, Николай Шилко. День с толком. Далее о погоде. Спонсор – компания «Строй регион». А у меня к этому часу все новости. Смотрите нас также на нашем канале в Ютубе, в соцсетях Инстаграм, Вконтакте и Фейсбуке. Смотрите и подписывайтесь. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok